всем привет расскажу свой опыт по использованию зимней обуви чем пользуюсь почему пользуюсь и как выбираю немножко истории раньше ничего не было когда еще был маленький были только валенки использовали валенки на валенки галоши если были комплекты языка от химзащиты чуни одевали чуни но это в основном для зимней рыбалки в лес можно было ходить просто валенках на лыжах очень хорошие но все таки все таки минусы что намокали в течение дня потом появились чуни с резиновой галошей с утеплителем шипованной подошвой верхушка была тряпочка прорезиненная какая-то и на шнуровке тоже были очень хорошие нога очень сильно у них уставала от плохой фиксации и вот уже больше десяти лет используем сапоги его для зимней рыбалки охоты осенью весной холодные периоды тоже их используют для засидки на уток например сидеть ноги не мерзнут у них получается вот это первый комплект сапог у меня не сохранился это второй комплект который я покупал выбираю по одному простому принципу чтобы подошва была достаточно толстая прочная носок тоже и целом голенище что было широкая чтобы штанины заправлять внутрь иначе если снаружи то в воду попадаешь лед на мерзает на штанины тоже нет ничего хорошего вот так они стапливаются со временем даже не расправляются они так и остаются появляются повреждения от сучков где-то но я вот ни одних не порвал чтобы не восстановить честно вот этот сапог я ножом от бура порезал нечаянно но порезал не удачном месте получается и латкой клеил клеил я до сих пор в этих сапогах хожу когда тепло на улице в лесовую погоду вода холодно земля холодно все равно хожу в них это третий комплект сапогов сапогов хватает где-то на три-четыре сезона потом они истатываются и ну просто перестали перестают выполнять свою функцию они становятся более теплопроводные и не держат тепло так как надо этот комплект сейчас в резерве не потому что он износился а потому что в нем были чуни от не родные не родные а вот от такой спецодежды выдают баффины баффины вот такие выдают я беру с них чулок вот такой он очень толстый очень хороший вот влагу отводит очень хорошо иду с этим чулком магазин и подбираю себе сапоги именно под этот под этот чулок получается и комплект получается очень теплый и очень удобный эти чулки держат ногу очень хорошо вот но с этого комплекта чулки сгорели весной один сгорел на половину восстановление не подлежит поэтому а с родными чунями они мне велики я в них могу ходить но недалеко они начинают ногу натирать потому что на ноге болтаются вот но они тоже поработали они три сезона отходили вот получается сучки и видно что подошве воткнула втыкаются небольшие веточки честно они воду не пропускали я вот обратил внимание то вот сейчас я взял просто не посмотрел внимательно и все и также я их сапогу этот топором вот надрубил но до до внутренней части не прорезанная латкой приклеила ничего не отваливаться все хорошо но не тоже уже такие поистоптанные на самом деле еще бы сезон на максимум два бы я в них отходил если пчелок не сгорел вот такие дела а сейчас получается приобрел я вот такие чуни с такими сапогами там выдают их нефтяникам газовикам как спецодежду можно за разумные деньги купить все и сейчас уже получается четвертый комплект использую эвовских сапогов фирма производитель я не заморачиваюсь я иду в магазин просто выбираю те которые жестче именно части носка жестче подошва жестко именно вот носок вот это низ он должен быть чуть крепче чем голенище голенище не знаю она и даже будет тонкая главное что был носок и подошва хорошая добротно все они легкие ходить них одно удовольствие вот такой опыт и скажу сразу к примеру вот с этими чунями получается у меня размер ноги 41 с этими чунями у меня сапоги эвовские приходится покупать 44 то есть вот насколько они толще чем чем родные чуни вот такой опыт не знаю может кому-то пригодится будем на связи